Черно-белая доска как поле для битвы интеллектуалов. Елена Калашникова не раз ставила соперникам шах и мат. Вид спорта, где миллионы комбинаций и ходов, девушка погружена с 7 лет. С кем играть, признается участница из Самары, не столь важно. Главное думать на несколько шагов вперед и не дать сопернику шансов. Когда начинается игра, уже чувств никаких нет. Вот до игры есть волны. А когда начинается игра, уже все идет по подготовке. Удовольствие получаешь от партии. Если партия красивая, если ты хорошо в ней играл. Турнир «Мемориал Льва Полугаевского» на Самарской земле прошел в девятый раз и собрал более 130 участников из России и ближнего зарубежья – Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана. Этап Кубка России среди мужчин. Однако за право стать лучшими и показать свои способности боролись и представительницы прекрасного пола. Шахматы у нас очень хорошо развиваются. Это отличная работа региональной федерации, их руководителя. У нас очень хорошие шахматисты, у нас очень хорошая шахматная школа есть в городе Тольятти. У нас прекрасная клубная система, которая развивается в городе Самаре. Я надеюсь, что наши спортсмены достаточно высокого уровня, которые будут выступать в том числе на этом этапе Кубка России, покажут достойные результаты. Стандартные шахматные доски уступили место современным – электронным. Благодаря такой технологии за турниром можно наблюдать из любой точки мира в режиме онлайн. Соревнования в память о шестикратном победителе всемирных шахматных олипиад Льве Полугаевском в следующем году отметят юбилей – 10 лет. Престижные состязания каждый год увеличивают количество участников и растят будущих гроссмейстеров. На такой уровень турнира наложены определенные обязательства. Минимальный призовой фонд должен быть на данный момент – это 500 тысяч. Второе – мы должны определенное количество международных гроссмейстеров принять за свой счет, чтобы они здесь участвовали. Должна быть трансляция. Финал Кубка России по шахматам состоится в Ханты-Мансийске. А уже 20 июля Самара примет детский этап Кубка России среди мальчиков и девочек в четырех возрастных категориях. Владимир Маркин, Александр Дудко. Новости губернии.